Мир моды на этой неделе взорвала фотография на обложке британского журнала Vogue. Модель в хиджабе впервые. 20-летняя Халима Аден из Кении. Исламские девушки вообще полюбили в последнее время подиум. Это свершившийся факт, надо признать. Что такое модная исламизация? В этом вопросе разбиралась наш корреспондент Анна Бажайкина. Когда приходит девушка, одевает платье, и вот она стоит перед зеркалом, я не понимаю, что не так, что мне настолько комфортно, я себя настолько чувствую по-принцессному. Только вместо короны хиджаб. Амина начала шить платье для мусульманок 8 лет назад. Бутик теперь в самом центре Москвы, в дорогом торговом центре с дорогой арендой. В этом сезоне очень популярен голубой цвет, причем в разных его оттенках. И мы, конечно, сделали и платья базовые такие, чтобы девушки могли поиграться и с головным убором, и с аксессуарами. С каждым гоном клиентов все больше, как и у Галины Трошиной. Мне кажется, это сейчас общемировой тренд. Все любят немножко добавить свой образ Востока. Семь лет назад Галина приняла ислам. Для себя в интернете искала подходящую одежду, наткнулась на красивые платья и стала совладельцем бренда. Бизнес оказался прибыльным. В сезон отшивают 13 тысяч изделий. Цены – 3-5 тысяч рублей за платье. Мусульманка – это такая же женщина, как все остальные. Ей интересны все те вещи, которые интересны и другим девушкам, любых конфессий, светским, несветским. В законах шариата верующие ограничения не видят. Да, фасонов немного, но компенсируют яркими принтами и украшениями. Всевышний, он прекрасен и любит все красивое. Но для женщин, то есть некоторые, например, понимают скромность. То есть это такое, знаете, некоторые говорят, вот, например, есть женщины, которые понимают, что должна быть скромная, надела на себя мешок. И с мешка шила себе одежду, как бы, чтобы на меня никто не смотрел. Нет, здесь должна быть чистая, из хорошего материала, может быть, из дорогого материала, там, из Шанеля, там, Дольче Габбана. И вот такая красивая одежда должна быть на любой случай – и для работы, и для отдыха. Дизайнер из Петербурга попала в струю с купальниками для мусульманок – Буркини. Мы разрабатываем купальные костюмы, то есть состоящие из брюк и туники, ну и головного убора, чтобы в нем было комфортно плавать, не только купаться, да, но и также можно было заниматься какими-то активными водными видами спорта. Представляет одежду уже много лет одна и та же модель – православная. Манекенщик мусульманок – единицы. Одна из немногих – Инесса Назарова, живет в Казахстане. В нашей стране, наверное, вот люди, которые верующие, они негативные, они считают, что это какой-то там прям рассадник порока. На самом деле нет. Могу вас заверить, в обычной жизни этого порока куда больше, чем в моделинге. Ее родители и муж – все мусульмане, но разрешают ей вести светский образ жизни. Инесса не носит платок, участвует в конкурсах красоты, недавно завоевала очередную корону в Стамбуле. При том, что одним из этапов конкурса было дефиле в самых обычных купальниках. На него организаторы в мусульманской стране решились в последний момент. Есть районы очень прогрессивные, современные, где сами турчанки ходят в коротких мини-юбках, с сигаретами в руках по улице. И в то же время есть районы, где ты, если без платка и без длинной юбки пройдешь, тебя могут прям закидать камнями мужчины. Найти модель для дизайнера – большая проблема, потому что для модели потом проблема устроить личную жизнь. Впоследствии, когда она выйдет замуж, она знает, что муж может быть этим и остаться недовольным, что она позировала где-то, выходила на подиум, что это может как-то не устраивать семью. Насима Бокова устроила настоящую революцию, создала «Глянец для мусульманок». Сначала писали о традиционных женских занятиях – уют в доме, забота о муже, воспитание детей. Со временем стали появляться статьи о моде и красоте. Раньше, очень давно, 20 лет назад, единственное, что могли позволить себе мусульманки – это купить себе какой-то восточный наряд, который привозят из Турции, из арабских стран. Но это всегда будет в стиле и традиции Востока, украшено какими-то блестками, камнями и прочим. То есть то, что не очень вписывается в урбанистику. Просторная и закрытая – не все требования к одежде мусульманки. В некоторых странах можно ходить в черном с ног до головы. А, например, в Москве, где все одеваются очень разнообразно, гораздо легче оставаться неприметной и в чем-то ярком. Ведь еще одно важное правило – одежда не должна привлекать внимание и выделяться на фоне других. На показы чеченского дизайнера Айшат Кадыровой приходят десятки российских селебрити. На обложках журналов, в клипах они постоянно блистают в разных нарядах и без них. Но и они восхищаются закрытыми платьями, надевают платки и танцуют лизгинку. Анна Бажайкина, Игорь Пекренев, Сергей Вербецкий, Денис Райку, Ольга Соловьева. Программа «Вместе».